Здравствуйте! Сегодняшняя лекция у нас называется «Основные операции с объектами в 3D Max. Базовые методы изменения объектов в 3D Max». Основные вопросы сегодняшней лекции это управление объектами, операции с объектами, группировка объектов, создание массива объектов, изменение положения опорной точки, отмены и возврат действий. Управление объектами. В 3D Max есть удобный инструмент «SynExplorer», который предназначен для управления объектами. Для вызова окна «SynExplorer» выполните команду «Tools – NewSynExplorer». Это у нас инструмент, новый проводник по сцене. С его помощью можно быстро находить объекты, переименовать, удалять, прятать и замораживать их, а также изменять цвет. Важно, что «SynExplorer» дает возможность выполнять все операции со всеми объектами, которые вы видите на экране. «SynExplorer» – это удобный инструмент для управления объектами. Кроме этого, «SynExplorer» может отображать только анимированные объекты или объекты заданного типа источника света, камеры, объемные деформации, кости скелета, сплайны, вспомогательные объекты и т.д. Элементы списка окна «SynExplorer» показывают с учетом всех иерархических связей. «SynExplorer» имеет широкие возможности поиска и позволяет выполнять поиск объектов по таким критериям, как количество полигонов, размер, цвет, название, порядок создания, тип, любые свойства и т.д. Для вызова окна «Advanced Search» выполните команду «Select Search», которую вы видите на экране. Это выбрать поиск «Д» – окно расширенного поиска. Управление объектами. Диалоговое окно «SynExplorer» является немодальным, то есть может постоянно находиться на экране и не мешает основной работе. Когда оно открыто, вы можете выполнять любые действия с объектами. При необходимости его можно развернуть вовес экран. Более того, можно открыть сразу несколько окон проводника по сцене одновременно и настроить каждый из них на отображение определенного типа объектов. Копии окон можно сохранять и быстро загружать. Использую команду «Save at SynExplorer» в меню «Tools». При помощи команды «Manage SynExplorer» вызывается одноименное окно, при помощи которого можно будет сохранять вариант проводника в виде файла «ini» и последующей загрузки в «Loot» в 3ds Max. Тут можно удалять с «Delete» ненужные варианты окон «SynExplorer» и переименовать их с «Rename». По внешнему виду окно «SynExplorer» похоже на рассмотренное выше «SynFromSyn». Однако в окне выделения объектов отсутствует возможность изменения параметров объектов. Кроме этого, в окне «Select from Syn» в отличие от «SynExplorer» модальные. Поэтому, когда оно открыто, вы можете использовать другие инструменты в 3ds Max. Операции с объектами. Основные действия, производимые с объектами, это перемещение, масштабирование, выращение и выравнение, клонирование и группировка. В центре выделенного объекта появляются 3 координатные оси XYZ, которые определяют систему координат, привязанную к объекту. Эти координаты оси составляют так называемую локальную систему координат объекта. Точка, из которой, исходя от оси локальной системы координат, называется опорной. Чтобы выполнять любые простейшие действия с объектами, и при котором его положение в трехмерном пространстве изменится, необходимо вызвать контекстное меню. Шелкнув надо правой кнопкой мыши на объекте, в меню следует выбрать одну из операций Move, или скала, масштабирование, или вращение. Вот вы видите на экране, который Move, скала, select, клон и так далее. Выбор операции трансформации в контекстном меню показано. Теперь перемещение. Выберите в контекстном меню команду Move. Подведите указательные мыши к одной из координатных осей системы координат объекта. При этом перемещение будет ввестись в направлении той плоскости координатной оси, которая подсвечивается желтым цветом. Таким образом перемещать объект можно вдоль оси X, Y, Z или в плоскости X, Y, Y, Z или X, Z. Вот вы видите, вот желтым показано на рисунке перемещения объектов. Теперь вращение. При выборе в контекстном меню команды Rotate, это вращение на месте оси системы координат объекта, появится схематичное отражение возможных направлений поворота. Если подвести указатель мыши к каждому из направлений, схематическая линия подсвечивается желтым цветом, то есть поворот будет произведен в данном направлении. Это у нас тоже показано на рисунке вращения объекта, показано желтым цветом, если вам удобно. Будет масштабирование. Выберите в контекстном меню команду Scala. Это у нас масштабирование. Подведите указатель мыши к одной из координатных осей системы координат объекта. Это у нас показано на рисунке 9 и 6. При этом изменение масштаба будет ввестись в направлении тех плоскостей или координатных осей, которые подсвечиваются желтым цветом. Таким образом, масштабировать объект можно вдоль оси XYZ или в плоскостях XYZ или XZ, или одновременно во всех направлениях. Масштабирование объекта можно выполнять с сохранением пропорций и без сохранений. По умолчанию используется вариант Uniform Scene. Это при котором пропорции объекта остаются неизменимыми, поскольку масштабирование выполняется одинаково вдоль всех осей. При использовании режима Non-Uniform Scene в одном направлении вдоль одной или одновременно в другом направлении вдоль других осей. Режим Non-Uniform Scala мы рассмотрели Uniform Scene и режим Squash. Использование точных значений. Если нужно точно указать координаты перемещения, поворота или масштабирования, можно использовать поле для ввода значений, расположенное под шкалой анимации. В зависимости от того, какой инструмент трансформации выбран, в них отображаются координаты объекта по трём осям, угол поворота или масштаб. Чтобы задать новые значения, впишите число в соответствующее поле и нажмите клавишу Enter. Для точного ввода значений можно также применять диалоговое окно Move Transform Type In. Это у нас ввод значений перемещения или Rotate Transform Type In. Это ввод значений поворота или Scala Transform Type In. Это у нас ввод значений масштабирования. Для вызова одного из этих окон шелкните на значке прямоугольника возле строки и названием соответствующего инструмента трансформации в контекстном меню. Выполните команду Edit Transform Type In. Это редактирование ввод значений. Или шелкните правую кнопку мыши на нужном инструменте на панели инструментов, который у нас всё это показано на рисунке 9.7. Для ввода точного значения можно использовать окно Move Transform Type In, который ввод X, Y, Z, Absolute World и Offset World. Выравнивание объектов. В процессе работы часто происходит передвигать объекты, выравнивание их положения относительно друг друга. Например, при создании сложной модели, детали, которые моделируются отдельно, на заключительном этапе необходимо совместить элементы вместе. Чтобы выравнять один объект относительно другого, нужно выделить первый объект и выполнить команду Tools Allusion Allusion, инструмент выравнивания или шелкнуть на втором объекте. На экране появится окно Allusion Selection. Это у нас выравнение выделенных объектов, в которых необходимо указать принцип выравнивания. Например, можно задать координатную ось или точку на объект, вдоль которых будет происходить выравнение. Клонирование объектов. Многие трехмерные объекты, состоящие из примитив, имеют одинаковые части. Например, стол может состоять из 5 параллелепипитов, 4 из них одинаковые. Когда требуется получить несколько одинаковых объектов, вовсе не обязательно создавать их один за другим. Для этого используются операции клонирования. Существует несколько способов создания копии объектов. Во-первых, можно выделить объект и выполнить команду Edit Clone, правка клонирования. При этом координаты созданной копии совпадают с исходным объектом. Поэтому объекты у нас сольются. Во-вторых, можно использовать сочетание клавиш Ctrl V. Более быстрый и удобный способ клонирования состоит в том, что создавать копии одновременнее с выполнением одной из операций трансформации. Для этого нужно выбрать операцию масштабирования, перемещения или поворот, после чего начать ее выполнение, удерживая нажатой клавишу Shift. Если выбрать вариант копии, то созданная копия будет независима от исходного объекта, то есть при изменении параметров одного из объектов, другой изменяться не будет. Вариант Instance – это у нас привязка, предназначен для создания зависимых друг от друга объектов, когда изменение параметров одного из них включет за собой изменение параметров другого. Наконец, вариант Reference – это подразумевает частичную зависимость копии от исходного объекта. Клонирование и выравнение. В 3D Max есть также команда, позволяющая одновременно клонировать и выравнивать объекты. С его помощью можно одним шелчком мыши создавать несколько копий выделенного объекта и при этом указать, относительно каких объектов в цене они будут выравнены. Данная команда может пригодиться, например, при создании изображения улицы с горящими фонарями и т.д. Создание массива объектов. Если приходится клонировать большее количество объектов, удобно использовать инструмент для создания массива объектов Array. Он может пригодиться, когда требуется смоделировать, например, книги на полках, свечи и т.д. Чтобы воспользоваться инструментом Array, выполнить команду Tools Array, это у нас инструмент массив, после чего появится окно с настройками массива. Массив может быть трех типов. Это одномерный, двумерный, трехмерный. Изменение положения опорной точки. После группировки объектов помещается в единый габаритный контейнер и оси координат находится в его центре. Это означает, что все операции с группировки выполняются относительно этого условного центра. Однако, во многих случаях такое размещение оси не очень удобно, поэтому в 3D Max предусмотрена возможность изменения их положения. Для этого в отделении сгруппированный объект перейдите на вкладку «Иерархия» командной панели, нажмите на кнопку «Опорная точка» в сетке настроек и установите опорную точку. Шелкните на кнопку «Effect Pivot Only», это влияет не только на опорную точку. После этого можно задать параметры размещения опорной точки и область. Это область, это alignment. Потом выравнивать и подкорректировать положенную ось вручную, можно через инструмент Move. В 3D Max, как и во многих других программах, в Windows предусмотрены операции отмены и возврата действий. Для них назначены стандартные сочетания клавиш Ctrl-Z и Ctrl-Y. Кроме того, в меню «Edit» находится команда «Under» и «Reader». Это у нас кнопка «Отмена и возврат». Кнопка «Отмена и возврата действий» есть на основной панели инструментов. С их помощью можно отменять или возвращать сразу несколько действий. Если шелкнуть на кнопки правой кнопкой мыши, откроется список с названиями последних выполненных действий. В этом списке нужно выделить все действия, которые нужно отменить. После чего нажать на кнопку «Ander». Это у нас «Отмена». Сегодняшняя лекция подошла к концу. Вот вам на экране представлены вопросы для закрепления. Спасибо за внимание. До свидания.